Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Действующие лица». С вами я, ее ведущая Кристина Сорокина. Сегодня у нас в гостях настоятель Храма Рождества Христова, протеерей Александр Игнатов. Отец Александр, я вас приветствую в нашей студии. Здравствуйте. Я очень рада, что вы к нам пришли, потому что тема у нас сегодня очень важная для христиан, для тех, кто нас сегодня смотрит. Это тема крещения. Но для начала я бы хотела поговорить с вами немножечко о другом. Мы совсем недавно отметили Новый год и Старый Новый год, но это принято считать светским праздником. Но все-таки давайте, наверное, копнем глубже в историю этого дня. И вот хотелось бы у вас спросить, откуда все-таки пошло летоисчисление новое? Я думаю, вы, как никто другой, сможете ответить на этот вопрос. Вы знаете, с кем не поговоришь и кому не задашь этот простой вопрос. Год, который мы встречаем, от чего начали считать? То есть с чего начинается летоисчисление? Тысяча, две тысячи, двадцать первый. И всякий, даже неверующий человек отвечает, от Рождества Христова. Значит, вопрос, что лежит в основе торжества новолетия? Приход в мир Иисуса Христа. Христос родился, и это реальный факт. И 2021 год от этого великого события, которое разделило на ветхое и новое, то есть до Рождества Христова эпоху и эру, ее называют атеисты новой эрой. Да, но с чего она начинается? С появления в мир Христа от Пречистой Девы Марии. И, конечно, если мы откроем любую древнюю книгу, там летоисчисление еще вписывалось от сотворения мира. Вот, допустим, если бы сегодня мы написали 2021 год от Рождества Христова, 7529 от сотворения мира. Но еще на Руси, когда издавали, печатали, даже были рукописные книги, сегодняшний год назывался бы 1033 год от Крещения Руси. То есть празднование того, что мы совершаем в дни наших торжеств, имеет какое-то основание. И если мы задумаемся, то основанием будет не просто шампанское или вкусное угощение на столе и подарки. Кстати, подарки дарить на Новый год, как и на Рождество, на день рождения, пошли именно от Вифлеемской пещеры, когда Христу волхвы принесли свои дары, золото, ладан и смирно. Вот с тех пор люди к дню рождения Христа, ну и, конечно, потом к дню рождения своих родных и близких, младенцев и взрослых людей, приносят подарки. Но этот, опять, обычай лежит в основе в христианском празднике Светлого Христового Рождества. Давайте, наверное, тогда перейдем к теме Крещения. Для чего Христос крестился? Это очень серьезный, благодарю вас за такой важный вопрос. В первую очередь, Христос крестился для того, чтобы показать нам пример. Когда Он входит в реку Иордан, Его встречает Иоанн Креститель, и удивляется, как это сам Христос, Бог, Мессия, пришел креститься от Него, когда Он бы должен был крещен от Христа. И вот тут Спаситель говорит ему, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. И этот пример Он подает не потому, что Он омывается от грехов, как шли очиститься от своей греховной скверны все, которые принимали крещение, а именно показывает нам пример, что Он, не имеющий нужды в омовении от грешных каких-то ошибок и пороков, потому что Он свят, свят и свят всегда. И Он только показывает пример нам, что так исполняется правда Божия. То есть для того, чтобы быть истинным последователем истинной веры, нужно осветить себя в таинстве святого крещения. Это первое. Второе, Христос входит в реки Орданские, чтобы осветить их. И как мы будем петь, и уже поются в эти крещенские дни песнопения, когда мы вспоминаем, что Христос пришел, если ближе к церковнославянскому, скажем, «Ты, Еси, Христе, вошел в Иордан, чтобы таму гнездящиеся главы змеев сокрушить». То есть то, что оскверняет воду, он входит своим естеством божества осветить. Вот почему в этот день освящается вода. Почему люди идут к воде. Почему люди омываются в воде, погружаются в купели. Почему? Вот здесь надо как бы дать маленькую поправочку, чтобы этот праздник не превратился в праздник воды и моржей. Это праздник Богоявления. Это праздник, когда Христос освящает воду. И это вторая причина, по которой крестился Христос. И, наконец, третье и самое важное. Праздник называется Богоявлением именно потому, что Христос, войдя в реки Иордана, открывает нам тайну Святой Троицы. Почему? Христос, Сын Божий, Он вошел в Иорданские реки, и слышен был глаз Отца Небесного. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение, Его слушайте». И в это время Дух Святой в виде голубя порхал, то есть он был виден над главой Иисуса Христа. Это третье лицо Святой Троицы. И так церковь поет в эти дни этим замечательным тропарем. «Во Иордании, крещающейся Тебе, Господи, троическое, то есть Троице, явилось поклонение. Родители в Бог глаз свидетельствовавшие о Тебе, возлюбленного Тебя Сына именуя, то есть называя Тебя возлюбленным Сыном. И Дух в виде голубини, известствовавший в словесе утверждение», то есть Он утвердил слова Небесного Отца, «явился Христе Божий, и мир просвещай, слава Тебе». Эти слова включают в себя главный смысл этого торжества. Праздник этот еще называется праздником просвещения. Почему? Потому что Христос открыл нам Себя таким, какой Он есть, то есть через явление в крещении Господнем Он открыл нам тайну Святой Троицы, и об этом знают только те, которые полюбили Христа, которые поверили Ему и пошли за Ним. Ни в какой другой конфессии не открыта эта тайна, которая открыта нам, православным христианам, в таинстве Святого Крещения. Теперь понятно, почему Христос сам крестился, а для чего же это делаем мы, почему мы омываемся? Мы для того, чтобы тот пример, которым нас Христос позвал за собою, следовали. Ведь сам Спаситель сказал, кто не будет рожден от воды и духа, не может наследовать Царство Небесное. И мы, идя по стопам Христа, который позвал нас за собой, сказав, «Возьми крест свой, отвергни себя и следуй за Мною». Причем начинается это слово Спасителя с его очень мягкого, доброжелательного призыва. «Аще кто хочет». То есть только тот, кто захочет, Христос не волит ничьей воли. Вот если ты не хочешь, не иди. Но если ты захотел, возьми все скорби и тяжести твоей жизни. Возьми все беды и страдания тех, которые живут рядом с тобою. И иди за мной, я буду рядом. Я всегда рядом, я никогда не оставлю вас. Я с вами во все дни до скончания века. И вот если человек поверит во Христа, не только как родившегося 2020 лет назад, уже 2021, но и поверит в Него как победившего смерть, ведь Христос для чего пришел? Он пришел для того, чтобы искупить нас от греха, проклятия и смерти. Он пришел в этот мир для того, чтобы открыть нам небо, чтобы даровать нам жизнь вечную. Он своей смертью победил смерть. И я верю, что мои родные и близкие, все, кто ушел уже из этой временной жизни, они не просто перестали быть, они перешли в лучший мир. Там, где уже нет болезней, печалей и воздыханий, но жизнь бесконечная. И мы радуемся празднику крещения именно потому, что Христос крещением освобождает нас от греха. И это вторая причина, по которой крестимся мы. Во оставлении грехов апостол Петр, когда проповедовал среди язычников, после проповеди которого, кстати, крестились около трех тысяч человек. Представляете, какая была сильная проповедь, обращенная не к умам, а к сердцам людей, которые не знали Христа. И вот когда он обратился к ним, мужи галилейские, так что же нам делать, спросили язычники. И он говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, во оставление грехов и получите дар Святаго Духа. То есть для того, чтобы мы получили дар Святого Духа, который бы помогал нам на пути нашей жизни, для того, чтобы мы омылись от своей греховной грязи, от своих первородных грехов, нам нужно принять Святое Крещение во имя Иисуса Христа и получите дар Святаго Духа и оставление своих грехов. Вот почему и священник, когда крестит, он и крестит во оставлении грехов и в жизнь вечную. И, конечно, сам факт того, что теперь Крещение налагает на нас определенные обязанности жить среди некрещенного мира не так, как все. К сожалению, среди христиан немало таковых, которые говорят, я крестик ношу и в церковь захожу, и свечки ставлю. Но, к сожалению, живу как все. Я, пользуясь этой возможностью, хочу сказать, что все крещенные, которые крещены во имя Иисуса Христа, право не имеют жить как все. Мы должны жить как христиане, как те, которые возлюбили Его и последовали за Ним. А для этого нам нужно читать Его Слово. Потому что если мы не читаем Слово своего Учителя, наставника Христа, то есть Евангелие, то мы заблуждаемся. Как говорил еще Федор Михайлович Достоевский, горе народу без Слова Божия. Ведь не хлебом единым будет жить человек. А чем? Чем жить человеку в условиях коронавируса, болезней, смертей вокруг, трагедий и всевозможных проблем в обществе? Чем жить человеку? Вот ответ на этот вопрос мы снова находим в Святом Евангелии. Из уст самого Христа он сказал о всяким словом, исходящем из уст Божьих. То есть, если мы будем слушать Господа, будем идти вслед Его указанного пути по заповедям Евангелия, то у нас многое получится. И от многих грехов мы сможем удержаться и пройти свой коротенький жизненный путь этого временного бытия для спасения души и на радость тем, кто живет и трудится рядом с нами. Отец Александр, это замечательно. Я бы тоже это назвала проповедью, потому что это настолько пронзает ваши слова, что даже, возможно, те, кто, как вы уже сказали, крещеные, но не живут той жизнью, которая положена крещенным людям, может быть, они действительно обратятся еще сильнее к вере и последуют примеру. Отец Александр, мы с вами уже поговорили, для чего, почему крестятся люди. А теперь хотелось бы узнать еще и о свойствах крещенской воды священной, освященной. Во-первых, сам чин освящения воды, начиная с 15-го столетия, разделен на два великих освящения, которые совершаются в канун праздника крещения, то есть 18-го, в день на вечере крещения Господня или в крещенский сочельник, и в сам праздник крещения Господа нашего Иисуса Христа. Предполагается, что во всех храмах, где это имеется такая возможность, даже по чину есть совершение крестного хода на Иордан. Вот мы, например, пойдем из нашего храма, выйдем, потому что храм наш находится прямо на берегу реки, и этот крестный ход называется крестный ход на Иордан. Мы же идем на Кубань. Какой Иордан? Но все дело в том, что после погружения Святого Креста и прочтения особых молитв, река Кубань становится Иорданом, святой водою, и поэтому туда погружаются люди, чтобы осветиться, очиститься от своих предыдущих и недугов, и болезней. Но напомню, что это лишь благочестивая традиция. В уставе нигде нет обязательного погружения. Освящение и молитва на реках, водоемах, вот это обязательно. А погружение в нее, опять же, есть люди разного состояния здоровья. Есть люди с проблемами сердца, проблемами давления, проблемами в том числе сегодня простудных заболеваний. И нет необходимости такой обязательно окунуться. Для этого можно принять душ дома, можно умыться освященной водой. И вообще, нужно просто попить этой воды. И опять же, после посещения церкви и освящения, великим чином освящения воды, этой крещенской водой. Отец Александр, а расскажите, как же пользоваться этой водой? Вот вы сказали, можно умыться, можно попить. Какими еще свойствами? Воду, которую освящают в церкви, она называется не простой водою, а великой агиасмой, что в переводе с греческого языка означает «великая святыня». А значит, к святому нужно свято относиться. Ее, как правило, пьют натощак. Еще лучше употреблять ее с маленьким кусочком святой просфоры, которую могут люди после службы взять с собой, принести из церкви домой, разделить на несколько кусочков и каждое утро употреблять. Хотелось бы особо посоветовать во времена вирусной инфекции, различных заболеваний, каждой семье, взрослым и детям, молодым и пожилым, каждое утро принимать великую агиасму, святыню во исцеление души и тела. Господи, да будет мне дар Твой, святый, святая вода, просфора, во оставление грехов моих, просвещение ума моего, во здравие души и тела моего. Вы слышите, какая читается молитва перед приемом святой воды и святой просфоры? Вот если мы будем это делать каждое утро, или даже если в болезни, я хочу сказать, тот, кто находится в состоянии недуга, он тоже может пользоваться святой водой как великой святыней, как воспоможение ко всем тем медикаментозным средствам, которые советуют врачи. Но вода сама по себе не только может употребляться, то есть могут пить ее, окропляться этой водой. В этот день, как правило, нужно окропить кроватки своих детей, окропить свою комнату, жилище, свои входные двери, чтобы Господь силой и честнагой, животворящего креста, и благодатью Духа Святаго, который особенно сообщается в святой воде в этот день, ограждал жилища верующих во Христа людей от всякого зла. – А скажите, отец Александр, как рассказать детям о празднике крещения? Вообще вот с чего начать знакомить ребенка с Богом? – Ребенка знакомить с Богом нужно, вы знаете, с красоты окружающего нас мира. Нельзя открыть перед ребенком книгу, заставить его что-то читать, и тем самым привить к нему любовь к Богу. Надо показать, что мир, в котором мы живем, прекрасен. И с этого надо начинать. Надо показать ему палитру небес, увидеть солнечный восход или закат, и сказать, смотри, какая красота, малыш. И он, да, мама, а вот посмотри, какие деревья, какие цветы, а птицы. И вот после того, когда ребенок насладится взором окружающей красоты Божьего мира, нужно и сказать, вот это все сотворил Бог. Бог, я его не знаю, но о нем мы с тобой будем говорить теперь чаще. Ты уже пришел в возраст, который уже понимаешь, что ты уже перешел из пеленок, уже в брючки, в рубашечку, и уже пришло время с тобой поговорить о самом главном. И вот так потихонечку о Рождестве Христовом. Я хочу также сказать, чтобы у многих было Евангелие для детей. Сейчас во многих храмах есть книга «Евангелие для детей», есть аудиозаписи для детей. И поэтому то, что мы знакомим детей не прежде всего вокруг или даже научаемых, а собственным примером, оценками, что мы смотрим. Я вам приведу маленький пример. Как-то мне одна девушка говорила о впечатлениях своей юности, когда ее родители приучали к молитве, к посещению церкви, к чтению священных книг. Сами они в это время смотрели непристойные передачи. То есть они были православные, ну как мы с вами говорили, ну как все. То есть вроде они крещеные, крестик на груди есть, ну как говорили раньше, на груди крестик, а в душе нолик. То есть в храм ходят, свечки ставят, но живут как язычники. То есть ребенка учат, Бог есть, но сами, поверив в Бога, не живут. То есть пример абсолютно плохой подают. Совершенно правильно. И вот когда они включали фильм, ребенок смотрел вместе с ними. А он был с ценами совершенно неприличными для взора ребенка. И они его убирали. Уходить тебе сейчас нельзя. И ребенок задавал вопрос. Мама, а почему тебе можно, а мне нет? И вот на эти вопросы, потом я разговаривал с ней, она взрослее говорила, вот я не понимаю, как, если мы верующие, почему мне нельзя смотреть то, что смотрят мои верующие родители. А если они верующие, и им тоже нельзя, почему они это смотрят? И своим детям я не буду так показывать. Я буду жить, чтобы своим примером показать, что нужно радоваться миру. Смотреть хорошее. Вот, допустим, почему не посмотреть программу о крещении Господнем? Можно, но стоит включить что-то, то, что оскорбляет нашу веру, нашу совесть. То, что немножечко нашу душу делает не святой, а грешной. От этого лучше уклоняться, и тем более самим, и не позволять смотреть этого детям. Вот тогда дети, видя добрые дела наши, прославят и Отца нашего, который есть на небесах. Так сказал сам Христос. А как крестные должны участвовать в жизни ребенка, в жизни подрастающего христианина? Само понимание крестные уже предполагает само понятие Отца или Матери. Если родные по плоти родители должны кормить, поить, одевать своего ребеночка, то духовные родители должны одевать, питать душу ребенка. И уже самокатики, велосипеды, новая маечка — это не забота крестных родителей, это забота родителей по плоти. Забота родителей по духу, подойти, научить ребеночка правильно складывать пальчики, осенять себя правильно крестным знаменем, не торопись, не спеши, на правое плечико, на левое, вот так, не спеши, Боженька есть. Он тебя любит, он всегда может помочь тебе, если ты не будешь забывать о нем. И я вот в следующий раз, когда приду, расскажу тебе о молитве «Отче наш». Ведь эту молитву должны знать все православные христиане. Эту молитву оставил нам сам Христос. И вот в следующий раз уже, поверьте, ребенок ожидает встречи с крестным, потому что он духовный питатель, он питает мою душу, как мама дает мне кашу, малашу, одевает меня, укладывает, купает, заботливо гладит и желает мне доброй ночи. Вот так крестный отец или мать, приходя, она питает душу, и мне так легко на душе, в следующий раз я жду встречи с моей крестной. Они иногда даже говорят «Клестная», когда она придет «Клестная», она даже не разговаривает. И вы знаете, есть такой замечательный стих, который даже словосочетание. «Обнимайте малышей под любым предлогом, ведь от маленьких детей еще пахнет Богом». Вот какое удивительное сравнение. Малыши еще Богом пахнут, они в чистоте своей требуют этой чистоты. И мы уже грешники примером своей греховной жизни, руганью, сквернословием, а кто-то еще и курением в доме, понимаете? То есть это среда, в которой воспитывается ребенок, она его меняет, из святого делает его грешником. А если мы создадим условия святой жизни, вот если мы крещеные не по только названию, а по жизни, то мы жили бы как в раю на земле, если бы исполняли хотя бы одну заповедь, которую дал нам Христос. «Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Смотрите, можно было закрывать все тюрьмы, можно вообще распускать все органы прокуратуры, можно все следственные органы закрывать. Почему? Потому что никто бы ни у кого не воровал. Потому что никто бы не хотел сделать того, что бы сделали мне. Тогда мы жили бы только по одной заповеди. Как бы счастливо друг с другом. А если бы исполняли еще самую основную, возлюбили Господа Бога своего, всем сердцем своей, всей душой своей, и ближнего своего, как самого себя, мы бы наконец поняли, что христианство – это вера одной семьи, одного Бога, одной любви, которая связывает верующих в Бога людей любовью, а не ненавистью, распрями и раздорами. Вот какую радость принес нам Христос. Отец Александр, у вас сейчас есть возможность обратиться к вашей камерам. Можете обратиться к верующим христианам и поздравить их с наступающим праздником Крещения. Мне, пользуясь возможностью, хотелось бы пожелать всем тем, кто сегодня оказался у телеэкранов. Пусть праздник Святого Крещения напомнит нам о важности жизни под тем заповедем, который принес нам Иисус Христос. А ведь самая главная заповедь, которую нам открыл Иисус Христос – заповедь новую даю вам – да любите друг друга. Потому что без любви все ничто, ни вода, ни наше крещение, ни наши молитвы, ни наши посты нас не спасут, если мы не научимся по-настоящему верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Любите друг друга, и тогда радость Крещения всегда будет оставаться в вашем добром сердце. Храни всех вас Христос! Спасибо, Отец Александр. У нас получилась очень насыщенная духовная беседа. Я очень рада, что вы пришли к нам в преддверии такого замечательного праздника. И я думаю, что эта программа будет очень полезна для многих наших телезрителей. Спасибо вам. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был настоятель храма Рождества Христова, протеерей Александр Игнатов. Спасибо вам еще раз. Спасибо, Господь. Всего доброго и до встречи на Главном городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин